Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! Сегодня у нас праздничный новогодний выпуск. Мы всех наших зрителей поздравляем с Новым Годом, Новым Счастьем! Желаем здоровья, успехов в личной жизни. Те, у кого семья еще не создана, семью создать, а у кого семья уже создана... Эту семью сберечь и радоваться в ней. Да. В этой семье жить. Да. Наш канал празднует Первый Новый Год. И сейчас мы расскажем немножко про наш Ютуб-канал Глоточек. Этому Ютуб-каналу Дед Мороз недавно подарил несколько подписчиков, до которых нам недоставало до сотни. И теперь у нас больше ста подписчиков, и теперь у нас вот такое вот красивое имя. После Ютуб, через косую черту, надо набрать русскими буквами слово Платочек. Это круто! Да. И мы сейчас расскажем немножко про наш Ютуб-канал. Значит, итого, количество видео... Двадцать три. Так, значит, из них одно видео про семейную жизнь, два просто коротких тизера, пять видео о праздниках, пять видео о знакомствах, семь видео по теме наука и религия, и три видео. Это просто наше творчество. Музыкальное и театральное. Да. Шестого июля это первое видео. Было записано про Петра и Февронию. Но зато у Февронии есть мотивация выйти замуж за князя-христианина, принять христианство. Ага, а это где-нибудь написано? А это... Об этом можно догадываться, потому что вариантов не так много. С нашим Ютуб-каналом связано два чуда. Одно чудо от Петра и Февронии, то есть после того, как мы записали видео про Петра и Февронию Муромских, они нам подарили букет, целый букет белых роз, которым они нас и благословили на последующие записи. Чудом христианским называется такое событие, которое не обязательно сделано ангелами, но которое может быть сделано просто людьми, но это событие маловероятное, это событие происходит в нужное время и с нужными людьми и имеет некий духовный смысл. Точно. И эти цветы, подаренные нам Петром и Февронием, всем этим критериям соответствуют. Да. Да, про это, как это произошло, у нас есть тоже отдельное небольшое видео на этом канале. Ну а второе чудо, это то, что Дед Мороз подарил нам недостающих до сотни подписчиков после того, как мы записали видео в защиту Нового Года от религиозных мракобесов. Кстати, а какие наезды на Новый Год? Зависть в первую очередь. Православные туроператоры нас регулярно зовут в паломничество, на новогодние праздники, мотивируя тем, что люди пьянствуют, а ну, еще запускают салюты, везде звучит музыка. Одним словом, люди радуются и веселятся, а что тут такое, а на дворе рождественский пост. Значит, еще какая статистика. 6 июля, значит, первое видео, посвященное Петру и Февроне Муромским. Оно самое длинное, 43 минуты. Остальные видео у нас покороче где-то от 10 до 20 минут. Ну, у нас также произошли и изменения в технической базе. Кто смотрел наши первые видео, тот помнит, мы пытались снимать видео и на фоне ковра, и на фоне голой стены. Разным образом располагали освещение. И сейчас вот у нас, сзади нас специальную занавеску мы изготовили. У нас сейчас видеокамера Full HD, освещение более-менее хорошее мы сделали. Так что вот немножко мы так определились с нашей студией. Ну, также купили вот этот вот столик. Самую бесполезную вещь, как говорят православные друзья. Но оказалась даже очень удобная. Очень удобная и полезная штука оказалась. Не только для съемки видео, но и для прокачки супружеского времени. Да. Для занятия супружеским временем, прокачки супружеских отношений. Так. Теперь, значит, еще статистика, пятерка лучших наших видео с точки зрения наших пользователей. Значит, лидирует «Почему одинокие старики не умирали от голода?» Это ответ священнику Андрею Ткачеву на пожелание бездетным супругам, то есть нам померять от голода. Мы рассказали, почему при феодализме бездетные старики от голода не умирали и почему при капитализме стала нужна пенсия. Все уже, ножки слабенькие, ручки слабенькие, зубов нет. Кто же их кормил? Спрашиваю я сам себя. И отвечаю сам себе. Их кормили те, кого они родили. Дети их кормили и внуки. У нас детей нет по медицинским показаниям. Значит, батюшка лично нам пожелал сдохнуть от голода или заняться незаконным предпринимательством, то есть попрошайничеством. В ответ на пожелание сдохнуть от голода мы, как шристиане, желаем этому батюшке стать новомучеником. Да, точно. Дальше. Следующие популярности видео возможно ли сейчас поститься, как раньше? Ну, мы тоже проанализировали тему, какие были раньше продукты, когда писал Ситипикон, какие они сейчас, и пришли к выводу, что, в общем-то, сейчас и продукты другие, и общество другое, и технологии другие, и жизнь другая, и поэтому, даже если мы смотрим в календарь и соблюдаем, что там предписано, то мы постимся не так, как постились во времена, когда этот устав писался. Но принцип христианского поста, как самоограничение, он, в общем-то, сохранился до сих пор. То есть, пища в пост должна быть более простая, чем в обычные дни. А в чем конкретно выражается эта простота и эта постность, решалась по ситуации. Вот, например, Иоанн Креститель жил в пустыне и ел акриды и дикий мед, как мы знаем из Библии. Ну, из истории мы знаем, что именно вот эти продукты, они в пустыне были доступны. То есть, если бы Иоанн Креститель жил где-нибудь в русской деревне конца 20 века, причем зимой, то он ел бы то, что продается в местном магазине, потому что больше ничего там нет. То есть, он бы ел хлеб, сосиски, гречку и пельмени. Так, на третьем месте богословский разбор популярного в христианской культуре, субкультуре тезиса аборт – это убийство. Да, точно. Мы в общем, рассмотрели с богословской точки зрения, с точки зрения церковного предания, является ли эмбрион до рождения человеком. И много довольно интересных моментов мы обнаружили. Так что приглашаю посмотреть. А на самом деле в христианском богословии нет учения о том, когда и как возникает человеческая душа. Если рожденный от женщины не будет иметь никакого человеческого вида, то и крестить его не должно. А ведь действительно, на ранних стадиях беременности ни головы, ни груди нет, но подотворение уже произошло. Имеет вида человеческого, но поэтому не человек. И это не единственная проблема. Есть такое явление однояйцевые близнецы. Самое главное, что религиозные мракобесы нас даже за это видео не растерзали. Ага, это круто. Значит, не такие же и мракобесы. На четвертом месте это наш тизер к этому каналу, в котором содержится мем, как создать семью и что потом с ней делать. там семьеведы-любители Колян Платков и Лена Магадан изучают, что такое православная семья, а также исследуют, как создать счастливую семью и что потом с ней делать. И на пятом месте это музыкальная композиция «Надень клоток» «Паточковица». По воле Божьей так случилось или обычай наждаков, но дано в храме православно, одеть не надо без подков. Но нефиг нам менять традиции, подконошение что-то есть. У нас всегда подки найдутся, а вера в Бога уже есть. Надень в поток «Паточковица». Нурнале жизнь нехороша, стремится Господу душа, в платочке женская душа. Носить в поток могу честиво. Вот собственно про наш канал. Все. С Новым годом! С Новым счастьем! Поздравляем всех наших зрителей с Новым годом! С Новым счастьем! Желаем встретиться в Новом году! Ну и немножко поделимся нашими планами. Как видите, у нас маловато видео на тему «Как жить в семье?» И на эту тему мы планируем цикл лекций «Стратегическое управление семьей». Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и с Новым годом! С Новым счастьем! «Стратегическое»